Ведущим я стал совершенно случайно. Я сначала пошел в блогеры, а через это уже Оксана Руденко загорелась идея перевести блоги в видеорусло. И тогда вот появилась передача «Словом по делу», а потом уже посыпалась. Потом я уже, дошло до того, что я уже 4 или 5 программ ввел параллельно, и это было, наверное, для зрителей ужасно. Давай вспомните. Если я ставлю на место зрителей. Давай назовем все эти проекты. Ну, «Словом по делу», программа «Пора», простые вопросы, программа открыта. И в программе «Пора» я еще ввел рубрики, поэтому я говорю 4,5 программ, потому что было введение в студии в «Поре», а были еще рубрики отдельные. А плюс еще были проекты, типа «Минуты для славы» и так далее. Ну да, это спецпроекты, они же не постоянные. Сейчас ходил просто по этой выставке, прекрасно смотрел фотографии, поймал себе на мысли о том, что недавно мы с Сергеем Логовым вспоминали, сколько раз я писал Арбенину, вспомнили, что он один, а я два раза. А сейчас я думал, что она больше всех, у меня была гость на простых вопросах. Оказалось, что чаще всего я записывал Игоря Геннадьевича Горевого три раза, я с ним записывал программу. А какие интервью тебе проще делать? С деятелями культуры или с чиновниками? С деятелями культуры, безусловно. Ну я понимаю, о чем идет речь лучше, потому что я сам, у меня культурное образование, скажем так. Ну а вот есть слава на крыло, то есть ты ходишь по улицам, все такие, ааа, это же Алексей Воскополоник. Нет, мои родители в небольшом приморском городе Дальнегорске очень популярные люди, ну были популярными очень людьми, просто дико популярными, и я был прям как в Москве Александр Александрович Масляков младший, и папа меня с мамой очень ругали, если вдруг, не дай бог, какие-то признаки звездности начинались, не дай бог. Но я вообще на сцену-то не любил выходить, у меня папа сильно, они у меня оба режиссеры, тащил меня, но я всегда понимал, что звездность это плохо. Если говорить о том, чем бы действительно хотелось бы прям заниматься, это, конечно, дураковалятельный ведущий. Это прямо мое. Да, хотя многие меня воспринимают как серьезного человека, а некоторые даже думают, что я бука и очень угрюмый человек, но я очень хочу быть дураковалятельным. Ну, когда я пишу, я надеюсь, мне это иногда удается. А дураковалятельным получалось быть в первую очередь вот в паре, наверное, да? Да, ну, словом по делу, тоже не последний день. И, кстати, программа открыта, несмотря на всю свою внешнюю серьезность, была, вернее, так позволяла, вернее, давала возможности вот этому прекрасному дураковалянию не раз. За что ей огромное спасибо.